Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 февраля 2021 года, я вышел из заседания Арбитражного Суда Республики Крым, и мы закончили дело по сноцу всех основных зданий администрации Белогорска в парке Львов-Тайган. Напомню историю вопроса, что в ноябре 2019 года было подано заявление в Арбитражный Суда Республики Крым от администрации Белогорска о сноте всех основных зданий в парке Львов-Тайган. Нужно вспомнить, что в ноябре 2019 года это разгар кошмаривания моих парков и борьбы по всем направлениям. Администрация Белогорска, конечно, не могла остаться в стороне и написала иск, достаточно такой громкий, что все здания, кафе Белый Лев, гостиница Сафари, административное здание и еще другие здания, необходимо снести в парке Тайган, поскольку у них что-то не в порядке с документацией. И вот с ноября 2019 года Арбитражный Суд рассматривал это дело. Но очень вскоре администрация Белогорского района потеряла интерес к этому делу, поняв, что, очевидно, они не смогут выиграть. Посмотрите, пожалуйста, на эти документы. Здесь огромное количество не только предыдущих решений, но и заключения экспертных организаций. Их здесь пять. Пришлось делать экспертизы, видите, по каждому зданию. Вот, о соответствии этих зданий всем строительным, пожарным нормам. Вот, вот такие делались экспертные заключения. Собирались решения предыдущих судов, вот, Центр судебных экспертиз тоже делал, видите, вот такие заключения. И, в общем-то, возражения наши на иск. Поработали и кадастровые инженеры. Вот, приходили сотрудники бывшей инспекции ГАСК, а сегодня это жилищного хозяина. И вот сейчас состудия Лагутина Наталья Михайловна вынесла решение отказать администрации города Белогорска удовлетворение исковых требований по сносу зданий парка Львов-Тайган в полном объеме. Вот, это значит, что здания не только остаются, но они законные. И собственник территории, а это прежде всего Министерство имущественных и земельных отношений, Республик Крым, собственник этого земельного участка, выделил нам эту землю на 49 лет в аренду. Причем сделал это второй раз, первый раз в 2012 году, и сейчас в 2018, по-моему, году, выделили второй раз, или в 2019, выделили второй раз уже по российским законам. Ни у кого нет претензий к основным зданиям парка Львов-Тайган. Это очередная победа, достаточно большая, судебная победа. Дело состояло из 17 или 18 заседаний, растянувшихся на год и три месяца. Вот, мы методично ходили в суд, и спасибо нашим юристам, адвокатам, которые помогли защитить нашу позицию и отстоять здание парка Тайган от сноса. Спасибо всем большое, кто следит за нами на наших каналах и переживает за наши суды. Мы добиваем последние суды. Сейчас я еду в суд в Белогорск, где кто-то из меня хочет, по-моему, 10 миллионов рублей.